всем привет и мы продолжаем играть silent hill судя по вашим отзывам и лайкам вы хотите чтобы я продолжал проходить эту игру ну что ж давайте продолжим и так мы остановимся на том что нам нужно добраться до школы так как наша дочурка написала нам сообщение чтобы мы отправлялись школу давайте посмотрим как нам туда лучше добраться соответственно наверняка снизу тоже пролом и здесь снизу пролом нам не дадут добраться до школы просто так нужно пройти через это здание ну можно проверить на всякий случай эти проломы начертить их на карте и там наверняка мы также найдем много чего интересного например чертовых собак давайте собаки да ты блин сама наводящаяся дворняга я вижу бутылку хрена я сюда бежал ради этой бутылки и чтоб пролом на это посмотреть и так знал что он наверняка тут есть да отстань ты от меня блин собака ты меня нервируешь как от тебя отвязаться слушайте от меня отвязаться невозможно похоже на харди они к тому же еще и прям как-то себя грести не может видишь или я уже просто отвык это выбросил метка попал на так ну если нет опять звоночек на взял бутылку съел бутылку тому же еще и патронов потратил она попытаемся обследовать как можно больше в этом городе еще один перевод что здесь нас ждет вижу собаку два патрона нужно быстрее добивать вижу еще одну собаку подавил айдер еще встанет аута тут их еще две не хочу подходить но там я вижу аптечку занял стоит побороться фуф а ты еще так я не понимаю тут в жизни этих дворняк то блин с двух пуль ложатся я так понимаю на нас все зависит от того куда я попадаю причем я сам не решать так что у нас со здоровьем на собираем 5 все хреново ну да харчу хотели так давайте посмотрим на карту только что исследовали этот переулок есть еще один поворот направо на улицу бахмана и потом будет наш переулок которому нужно попасть так пока тишина как ни странно да но здесь провал почти в самом начале то есть ребята сразу сказали чувак делать тут нехрен кстати я пришел к своему кафе можно сходить сохраниться выпить кофейку успокоиться квин бургер это такая шутливая отсылка к реально существующей сети быстрого питания бургер кинг так я хотел бы еще следовать тот переулок который напротив здесь звонок не предвещает ничего хорошего фух не попало камера повернись как тебя как-то бы управлять перебанная камера ну а на на улетела может попробовать а вот так вот даже на да сдохнет сказал сережа что будет убегать сам всех бегает а вот это подгон да здесь полезно обшаривать различные закутки и переулки очень много полезных вещей их можно найти а чёрт птица поскорбила похоже на своим покойным другом и полетела меня убивать ну что ж побежали в маленький переулок так я правильно забежал да в этом переулке нужно найти ключ кто-то будет мне сейчас мешать его искать но я знаю где он здесь нужно зайти вот сюда здесь у нас лежит первый ключ и отрубленная голова собаки и вот эта отрубленная голова как раз является отсылкой дровосеку и похоже кто-то играл в баскетбол ключ дровосека дело в том что практически все предметы сайлент хилл и загадки они здесь не просто так сайлент хилл не совсем обычный город у него есть особая сила которая позволяет воплощать реальность внутренний мир человека его воспоминания страхи переживания и в данном случае это внутренний мир ребенка который пережил много чего нехорошего и эта загадка с тремя ключами это есть не что иное как отсылка к сказке волшебник стране ос главными героями которые были дровосек лев чучело и стрелка сюда здесь рядом кто там опять звонит да ну вас всех нафиг быстро пробежим это место здесь очень много кого будет охранять второй ключ если вы смотрели фильм то в фильмы шел пепел но здесь идет снег это не пепел это снег здесь у нас полицейская машина и в ней лежит второй ключ ключ льва если вы помните по сказке лев там был очень труслив и судя по тому что этот полицейский похоже пытался сбежать из города он похоже не отличался отвагой это также может символизировать то что все полицейские салон хилла были трусами так и последний ключ нам нужно быстро за последним ключом и все валим отсюда так последний ключ где-то в районе этого круга введенного круга так еще раз то есть налево и до упора прямо так дороги меня поражают до такого маленького городка и такие огромные дороги у нас же блин дороги строят там две машины кое-как разъезжается так стоять я правильно бегу я правильно бегу нам нужно в конец это улице но здесь обрыв это кстати ключ я не сразу нашел когда играл первый раз в эту игру ключ страшилы страшилы звали пугало из сказки все 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 я собрал три ключа и можно со спокойной суести отсюда валить на улице левина открывать три замка так нам по моему немножко дальше да нам нужно еще пересечь улицу бахмана а потом левина здесь я вроде как всех уже почти перебил почти но не совсем кто то еще жив и дышит ты ты насколько хитрые тут противники а кстати давайте посмотрим что у нас там со здоровьем потому что я уже получил по голове по не один раз нужно контролировать свое здоровье особенно на харде ой е-мое там еще и справа на мусорной куче сидело это чудовище все монстры которых мы встречаем в игре вот эти вот тирадаптили и обожженные собаки они здесь тоже не просто так так где наша будка наш ориентир кровавая будка вот она фух мы добрались итак мы нашли все три ключа которые нам необходимо чтобы открыть эту злосчастную дверь ключ льва ключ дровосека ключ страшивы теперь открыто что это снова наступает тьма что происходит и опять неожиданно наступает тьма нас немножечко тут снабжают из-за то что я тут на устанавливаю различные улучшайзеры графики фонарь выглядит как-то немного криво он так и норовит куда-то соскочить у нас из кармана две лечебные настойки и нужно отправляться в этот кошмар как бы мне этого не хотелось помимо того что стало темно и звучит очень страшно музыка монстры становятся злее и мне бы не хотелось бы обследовать целом хилл ночью опять она меня попала огромное количество противников что у нас у нас управление нам нужно бежать бежать просто без остановки иначе это смерть здесь у нас пачка патронов патроны нам не повредят кажется где-то здесь еще бы валялась бутылка но у меня уже нету чтобы это проверять нам нужно как можно быстрее добраться до школы так мы почти рядом осталось совсем чуть-чуть сделать небольшой пробег хорошо что наш гаремейсон не замедляет свой бег когда устает видно как подгружаются текстуры прямо перед самым носом ну уж чего хотели это playstation 1 давай залази в автобус фух меня изрядно по коммерциале так но я даже еще не красный что удивительно две лечебные настойки это и есть не что иное как некий алкоголь мы даже одну из таких настоек находим как раз в машине Гарри Мэйсона сразу бежим вход где-то здесь еще одна собака школа фух мы добрались да это было не совсем просто но здесь можно немножко передохнуть а в принципе можно было кстати выключить фонарик на улице и возможно тогда бы у меня меньше замечали монстры на улице надо будет потом проверить итак школа медвическая начальная школа это карта школы взять ее конечно и как мы можем видеть школа у нас не такая уж и маленькая она состоит из двух этажей крыши и подвала иногда здесь можно читать различные надписи причем не совсем понятно какие можно из них читать какие нельзя из них читать из-за этого можно пропустить какой-нибудь интересный лор причем здесь система лора построена так что если допустим вы не прочитаете записку в одном месте то вы потом дальше не сможете прочитать другие записки то есть как бы гарри набирается информации чтоб прочитать другой текст закрыто закрыто с другой стороны хоть об этом и не пишут но дверь закрыта с другой стороны здесь у нас несколько книг испачканных кровью и это загадки три загадки которые нам необходимо будет решить написано кровью двенадцать ноль ноль место звуков и песен серебряный знак голоса скрывают безмолвные их пробуди в порядке как я предписала класс музыки написано кровью пять часов тьма что приносит удушливое пекло треск пламени тишину разрывая будет голодного зверя времени дверь открой добычи ему приведи треск пламени голодный зверь это ассоциация с болерной десять часов алхимическая лаборатория злато в руке старика и грядущее скрыто в длани его лишь за воду мудрых злато свое он отдаст это есть не что иное как расписание занятий можно так это сказать только здесь одно но здесь как бы идет последовательность 12 часов пять часов и десять часов на самом деле пять часов это пять не пять утра а пять вечера то есть сначала уйдет десять часов то есть занятия можно сказать проходит с десяти до пяти вечера и нам нужно будет решить три загадки точнее загадка здесь будет в основном только одна мур рональда гордон это должно быть список учителей три учителя тоже можете запомнить эту информацию если сможете можете даже запомнить их имена хотя бы одного это медпункт здесь можно перевести дух и сохраниться также здесь у нас находится аптечка место для сохранения и немножечко лечебной настойки давайте я буду пробовать читать различные плакаты пока безуспешно медпункт протягиваем карту Гарри все заботливо отмечает что не может не радовать эта дверь тоже закрыта с другой стороны так и кажется я упустил одну дверь да вот в эту дверь я еще не пытался зайти страшная картина на картине изображена дверь не знаю кто ее нарисовал но у него явно дурной вкус да, держать такие картины в школе не ясно о чем думали учителя и директора здесь у нас пачка патронов так давайте посмотрим на наши запасы у нас есть 3 аптечки 77 патронов в запасе 15 в обоими и 10 бутылок в принципе очень даже неплохо я бы даже сказал хорошо но здесь будет очень много противников поэтому патрон у меня будет кончаться очень быстро здесь у нас двор играет отличное звуковое сопровождение и это монстры-дети с ножами которые никак не могут умереть возможно мне нужно убегать блин управление меня не очень радует так, одного завалили нужно его быстро добивать потому что здесь я офигеть он уже встал я все таки думал что у меня будет немножко побольше времени на то что было добить бей, Гарри можно послушать вдохновляющий саундтрек золотое солнце сюда можно кое-что вставить и здесь как раз можно проверить сколько сейчас времени дверь башни заперта стрелки остановились на десяти на ноль то есть нам нужно кабинет алхимии серебряная воля фух что-то мне очень страшно давайте подключим свет чтобы стало еще страшнее о, мать моя женщина да, в этом плюс ходить с выключенным фонариком, конечно, но я не могу при выключенном фонарике смотреть карту здесь слишком темно и я не могу разобрать ничего на карте так же я не могу поднимать предметы и они меня все равно увидели ой, кажется я что-то нажал пришли Гарри, беги заперто о, черт беги, Гарри замок заклинило куда-нибудь уже беги черт здесь тоже звонок где эта тварь о, господь точно я пога я совсем про вас забыл это маленький безобидный дух он ничего плохого не делает, просто пропадает патроны и кажется кажется мне очень плохо придется есть аптечку да на костыляли мне эти трое так что ж попробуем чёрт открывай дверь блин опять заклинило хоть одна дверь здесь открывается выключи свет чёрт это, это приближается она уже где-то рядом да хватит открывать карту я знаю что здесь если сжать все кнопки замок заклинило я помню что на первом этаже вообще ни черта нет лучше сразу бежать на второй кабинет алхимии находится именно здесь чёрт побери давайте сразу сходим еще на крышу но крыша по-моему пока заперта хотя я могу кстати проверять двери я по-моему не могу их отпирать но если дверь заклинило получается я могу ее проверить так ладно так ладно здесь есть хоть одно безопасное место я не вижу бутылку ну вот кстати я ее не могу пока не дарить свет да блин опять ты похоже он здесь не один ну потому что когда параллельно идет еще и треск так здесь вроде больше ничего валим отсюда так нужно съесть аптечку которую мы только что подобрали как вы понимаете как вы понимаете если я буду всех убивать у меня ни на что не хватит патронов различные надписи так в одном из классов есть интересная информация но похоже это не здесь так давайте глянем карту так два класса я обследовал на первом этаже учительские они все заперты насколько я помню поэтому туда нет никакого смысла идти так а здесь у нас нам нужен склад и химическая лаборатория то есть туда можно еще обследовать туалет так я не хочу выходить через эту дверь потому что там наверняка кто-то в коридоре есть лучше выйти там где ближе к туалету конечно же с выключенным фонариком по-моему здесь просто нельзя так я понял это очередное воспоминание ребенка здесь еще один туалет блин здесь кто-то есть да ну тебя нафиг так логичнее было бы пробежать наверное через кстати вот эту дверь можно отпереть с другой стороны но нам пока туда рано там по-моему кабинет музыки сейчас я проверю да класс музыки там бежит сволочь сейчас ты меня получишь как ты меня уже достал звенеть тут похоже здесь больше никого даже как-то неестественно блин да сдохнет тут тоже в упор в голову о нет кажется дружки подосмелим бей горе бей горе бежи беги горе разворачивайся и беги трое жесть гаси свет что это такое опять вдохновляющая музыка без света тут не разберешься дистиллированная вода мне она не нужна на полках ничего полезного но кое-что все-таки есть это химикат взять его так ничего полезного так одного я порешил осталось еще двое так это у нас кабинет алхимии да химическая лаборатория химическая лаборатория хоть музыка прекратилась нет а то он спасибо рука так с рукой мы сейчас разберемся давайте обследуем эту комнату патроны скульптура скульптура старческой руки пальцы цепко впились в медальон как будто бы не желая его отпускать для этого у нас есть химикат на этикетке концентрированная соляная кислота найдена на складе при лаборатории это золотой медальон на его поверхности вытравлено изображение часовой башни найден в школьной лаборатории так ну что как мы теперь пробиваться через этих ребят так со здоровьем у нас все в порядке можно действовать фух это было близко длина опять закрыта опять эта музыка что теперь треск свист ну хоть аптечка хм не хотят чтоб я заглянул за эту полку ну а это ты у нас тут много как я посмотрю любите читать надеюсь коллективный разум вас не заставит на меня напасть учебники ничего особенного это похоже библиотека да да так и есть а там еще есть комната фон библиотеки туда дверь была закрыта с другой стороны как раз там возможно есть некая полезная информация здесь нет полезных для меня книг пойдемте проверим фонд опять писклявые черти а нет на этот раз не повезло так я надеюсь это один ну вроде шипения нет по моему в одной из версий в европейской эти монстры были изменены на другие модельки в связи с цензурой они были менее похожи на людей и были по моему без ножей у них были когтистые лапы так и что я сюда приперся то мне нет надобности черт явно здесь что-то же должно быть интересно не зря же сюда шел похоже что зря судя по всему даже пачку патронов не положили я говорю я боюсь пропустить какие-либо книги так дверь открыта но я туда что-то выходить не хочу там двое застранцев я лучше обойду через кабинет так ну что ж это вход у нас в очередной класс что у нас тут я помню на одной из парт были надписи это также было отражено кстати в фильме салон хилл но похоже что не здесь возможно в следующей комнате возможно в следующей комнате блин где это где-то сволочь да блин их двое опять сдохни блин блин не чужой блин не чужой так что у нас здесь кат ну где-то же было или я путаю по-моему с другой частью салон хила кстати да я возможно путаю с третьей частью у меня уже в голове все перемешалось так патроны ну да похоже здесь никаких надписи на парте нет я конечно могу ошибаться если кто спец по салон хиллу подскажите мне я по крайней мере ничего не вижу возможно в другом классе у нас еще осталось внизу два класса непроверенных куда я вышел так стоп это у нас класс музыки нам сюда пока не надо нам нужно вниз на первый этаж чтобы ставить этот медальон в башню это он показал он отсюда нет сволочь отпусти меня что он пытается мне сделать я так уже слишком потратил тебе придется стрелить тебя придется стрелить не оставляешь мне выбора парень еще один скрип кстати это подвал но сюда пока еще рано сюда мы вернемся потом немножечко позже теперь заклинило здесь здесь пока ничего не работает здесь кнопка ничего не происходит это время на то что это был за звук это приближается теперь открыто да мы обошли с другой стороны так что мы еще не обследовали еще есть два класса давайте проверим а здесь так же ничего не написано ну нет давайте выключим свет и попытаемся спрятаться в этом кабинете я вижу патроны а фух парень это ты патрона все черт они приближаются так давайте проверим как кстати дверь была заперта с другой стороны я там еще не проверил одну дверь спортзал да спортзал у нас заклинило да теперь эта дверь открыта но туда я не хочу выходить лучше изберем более безопасный путь не пищи то так так и давайте сохранимся перед тем как вставлять медалью медалью а мы наверное продолжим следующей серии так как у меня уже что-то немножко сжалось одно место уже дальше играть время 2 часа ночи и я сижу один в темной комнате и что-то немножко жутко мне уже становится даже учитывая то что эту игру я проходил но на харде здесь получаешь какие-то дополнительные ощущения потому что ты понимаешь что всех убить ты здесь не можешь а патронов очень мало ну 92 но это на самом деле мало потому что эти 92 патрона лучше их приберечь на будущее потому что я примерно представляю что будет дальше и дальше будет только хуже ну а с вами был голодный всем до скорой встречи и пока пока